Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Средняя зарплата на промышленных предприятиях региона к 2035 году должна составить не менее 4 мрот. Такая цифра прописана в плане мероприятий по развитию промышленности Кировской области. Также по итогам реализации программы планируется обеспечить заводы кадрами. На 40% предприятий региона внедрить инструменты бережливого производства. Объем инвестиций к 2035 году вывести на уровень не менее 180 млрд. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающей промышленности свыше 770 млрд. рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет Кировской области только по обрабатывающим отраслям порядка 30 млрд. Для осуществления задуманного намечены различные мероприятия. Кировская область собирается принять участие во всех возможных федеральных программах, связанных с развитием промышленности. Об этом сообщил зампред областного правительства Михаил Сандалов. Экономика. В Кировской области назначены исполняющие обязанности министра сельского хозяйства. Этот пост заняла Ирина Головкова, которая ранее работала в должности заместителя, сообщили в областном правительстве. Власти намерены объявить конкурс на замещение вакантной должности, при этом планируют привлекать молодые кадры. Напомним о том, что министр сельского хозяйства и продовольствия Евгений Сафронов покидает свой пост, стало известно на прошлой неделе. Он проработал в этой должности с осени 2022 года после ухода на пенсию Алексея Котличкова. Что касается Головковой, то она работает в Министерстве сельского хозяйства Кировской области с 1987 года. До сегодняшнего дня она курировала экономический блок министерства. В эфире экономика. Регион закупает дорожные камеры на 84 миллиона рублей. Аукцион на их поставку опубликован на сайте госзакупок. Предполагается купить 30 средств автофиксации нарушений ПДД, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи. Комплексы будут двух видов по цене 2 миллиона 900 тысяч и 2 миллиона 600 тысяч рублей за единицу. Также подрядчик должен будет установить оборудование и настроить его работу. Приборы должны работать как в стационарном режиме, так и на борту движущегося автомобиля. Контракт с победителем аукциона будет действовать до конца этого года. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин.